Всем привет и добро пожаловать в Dead by Daylight. Открыт новый разрыв, новая книга, в архивах появилась новая книга и данные разрыва. Ну что же, посмотрим, что у нас за новая книга. Разрыв. Книга 11. Преданность. Собственно, у нас здесь много наград, но давайте посмотрим, что у нас за текущая книга. Вместе навсегда. Воспоминания Шарлотты и Виктор Дея. А также Кинг. Звучит гордо. Воспоминания Дэвид Кинг. И Аркхемский дом. Записи, рассказы и заметки. Аркхемский. Все пока заблокировано, ничего не разблокировано, потому что, собственно, разрыв не пройден. И никакие награды особо не получены. Особенно награды, чтобы, собственно, открывать записи. Здесь у нас, как мы уже поняли, нужно играть за Шарлоту, за Близнецов и за Дэвида Кинга для того, чтобы выполнять определенные задания. У нас закрыты пока три главы. Первая глава, уровень первый открыт. И остальные главы будут открываться через 11 дней, через 25 дней и через 46 дней. То есть, в принципе, полны-полно времени для того, чтобы получить все награды. То есть, наиграться вдоволь, открыть все награды, собственно. И нужно, ну, можно потратить, грубо говоря, если у вас уже есть золотые клетки, то, в принципе, стоит, наверное, открыть билет. Открываем билет. За 1000 золотых клеток. Та-дам! И я уже открыл несколько наград, потому что я поиграл немножко несколько матчей. Соответственно, 25-75 золотых я уже вернул обратно. Соответственно, если я пройду, открою, точнее, закрою разрыв, пройду все уровни, то я открою все награды и получу обратно все свои 1000 золотых клеток, которые я потратил на билет. Поэтому, в принципе, не страшно то, что вы тратите эти золотые клетки. Они к вам обратно возвращаются, как я уже неоднократно говорил. Что у нас есть в бесплатных наградах? Ну, различного рода амулетики, а также у нас есть пыльные шортики для кладеточки. Выживший предмет, кладетка. Пусть носить такие шорты еще рановато, но тяжелые ботинки худо-бедно защитят ее ноги от холода. Ну, вот такая вот кладеточка будет. Так, что у нас есть еще? Взлохмаченные перья для, собственно, трюкача. Ну, тоже довольно-таки неплохо, да? Костюмчик прикольный такой. Я не знаю, был он раньше или не был. Ну, почему бы и нет? Разнообразие. Бесплатно. Бесплатно получаем костюмчик. Так, что же у нас дается еще бесплатно? Амулетик для кладетки, береточка, очки и новая прическа. Точнее, не береточка, а шляпа. Ну, прикольно, к шортикам. Летний сезон как раз наступает, так что, в общем-то, актуально. Страница 4. Так, опять трюкач, да? Лазурный герб. Ну, неплохо, в принципе, и с другими костюмами будет смотреться неплохо. Так. Деревенщина. Бриджи. Ну, почему бы и нет? Вот такие вот штанишки для деревенщины. Что у нас еще? Мэг Томас. Мешковатая блузка. А, по-моему, она уже была в игре. Я могу ошибаться, но, по-моему, она уже была. Я не знаю, ее надо было покупать отдельно или нет, но, в общем, сейчас ее можно просто получить бесплатно, поиграя, ну, собственно, играя в игру и забирая награды. Так, что у нас есть еще? Кладет для кладетки. Собственно, дополняю ансамбль. Шляпки. Вот как раз такой вот костюмчик. Пиджачок, шарфик. Ну, ничего, прикольно в целом. Так, что у нас? А, мы не посмотрели еще. Тут для Билла как раз, для деревенщины. К его модным джинсам. Рубашка. Жилеточка. Бейсболочка. Ну, довольно стилево. Почему бы и нет? Ну, деревенщины все-таки, да? То есть, оправдывает свое название как раз костюмчик прямо именно для деревенщин. Для трюкача прикольная бита, которая уже, по-моему, была в каком-то из костюмов. Я могу ошибаться, но, по-моему, в каком-то из платных аутфитов она была. Косички. Мег. Мег-краса, русская коса. Даже аж две. Вот такие вот две русские косы у Мег. Ну, или не русские, не знаю, белорусские. Неважно. В общем, Мег-краса, две коса. Так. Два коса. О! Юбочка. Потрепанная юбочка. Как она называется? Нежные цветы. Сшитые в ручное платье. Ее матери когда-то Мег считала его трепьем, но теперь она стала старше и просто обожает эту одежду. Такая вот. Так, это у нас для Билла, да? Бейсбольная бита или просто какая-то... А, ружье! Он у охотника отобрал, гвоздей набивал в приклад и, собственно, вот бегает теперь. Потому что гарпуна нету, ружье сломалось, но зато Билл нашел ему новое применение. Вот такое вот замечательное оружие у Билла. Так. Что у нас еще? Треуголочка для Шарлотты. По-моему, опять-таки, это уже было в каком-то костюме, в каком-то аутфите. В платном присутствовала треуголка. И, собственно, стилевые очки. Такой, Дэвид не хулиган, а Дэвид, я не знаю, компьютерщик. Сидит, программирует в желтеньких очечках. Ну, в общем, вот такие вот очечки. Это все, что касается бесплатной экипировки, которая дается. А что у нас тут в платном? Предмет для близнецов. Ну, это как раз, по-моему, для пират с треуголочкой. Так, для Дэвида, насколько я понимаю. Да, для Дэвида рубашечка в цветочек, чтобы радовать глаз на темных просторах. Так, бейсболочка для Дэвида. Ну, Дэвид вообще, на самом деле, какой-то нелепый персонаж. Так, что у нас здесь? Еще. Шортики Двайта. Ну, у Двайта прям вообще полный гардероб шорт. Так, это для медсестры? Для кого? Да, для медсестры. Такая вот одежда. Экипировочка. Ну, ничего, вполне стилево. С бантиком. Красота. Так, а, штанишки пропустил. Штанишки. Для кого у нас штанишки? Для Дэвида. Ну, с таким аутфитом более-менее как-то еще смотрится. Хотя, курточку надо, конечно, менять. Надеюсь, она там будет прилагаться дальше. Штанишки для Дэвида. Не знаю. Такие вот потрепанные джинсы, порванные. Шляпка для медсестры. Красота. Весна, в принципе, да. Куда деваться, медсестры прям краса. Так. Для Двайта. Рубашечка с сумочкой, со звездочкой. Так, что у нас есть еще? Шортики для Фэнк. Шляпка для Двайта. Ну, прям на пару с кладеткой вообще выступать как раз на подиум. Так, а это у нас что? Близнецы. Топорик для близнецов. Неплохой такой вообще топорик, навороченный. Виктор помогал делать. Так, а что у нас здесь? Это для кого? Для легиона. Ну, не то чтобы очень интересная маска. Но пусть будет. Что есть еще? Брючки и ботиночки, и кроссовочки для Адама. Джефф Йоконсон. Видеокомбо. Такой парноман. Джефф Парноман в маечке видеокомбо. Из проката видеокассет. Так, шляпка для Фэнк. Ну, что ж. Что есть, то есть. Какой-то больной из лечебницы Архема вышел прогуляться. Вот такая вот ночнушка у Адама Фрэнсиса. Для Адама, да? Для Адама Фрэнсиса ночнушка. Кукольный нож. Ну, прикольно для стримов и все остальное, чтобы не совсем прям жестоко было. Так, что у нас есть еще? Любой персонаж. А, ну это все, это ладно, это просто у нас. Так, для Фэнка вот такой вот аутфитик. Ну, забавно, что в принципе условно бесплатные аутфиты довольно-таки забавные. То есть расширяют ваш, грубо говоря, гардеробчик для игроков. Для разных персонажей. Хэллоу. Ну, мне не нравится Легион в женском обличье, в принципе. Но вот такой вот костюмчик, почему бы и нет. Для любителей играть за Легионом в женском костюмчике. Адам Фрэнсис. Ну, не знаю. В принципе, похож, наверное, на... Забыл, как звали персонажа из фильма 90-х Разрушитель. Где там Уэсли Снайп сыграл Разрушителя. Вот, по-моему, у него такой же был как раз. Сейчас причесон. Ну, что ж, что у нас еще есть? Любой предмет, амулет с фонарик. В принципе, все, что здесь дается из предметов. Но, думаю, довольно-таки неплохо расширит, собственно, гардероб ваших персонажей. Так что открывайте разрыв, не бойтесь. Все золотые клетки к вам вернутся. Потому что, собственно, практически через каждый уровень вы получаете обратно по 25 золотых клеток. А потом вы получаете уже по 50 золотых клеток, начиная с 30 уровня. По 25, по 50. Ну, и, грубо говоря, далее по 50, по 50. Вот, по полтинечку. До конца, собственно, разрыва. И вы получаете, в конце концов, все ваши тысячу золотых клеток обратно. Так что, собственно, стоит оно того, я полагаю. Если у вас есть свободные тысячи золотых клеток, не покупайте никакие аутфиты, откройте билет. Сначала закройте разрыв, а потом уж тратьте на каких-нибудь персонажей или на аутфиты, если вам этого хочется. Что же у нас в настоящий момент по книге? Да здесь, в принципе, нет никаких особо сложных заданий. Охотник за символами. Появляются новые зеленые символы. При выборе этого испытания вместе появляется тотем. В месте появления тотемов создаются и зеленые символы. С ними могут взаимодействовать все, кто взялся за это испытание. Символы, то есть все, кто взялся, то есть это получается и за мана, и за выжившего, да? Ну, я так полагаю. С ними могут взаимодействовать все, кто взялся за это испытание. Символы будут ненадолго показаны во время обратного отсчета. Ааа, то есть, грубо говоря, когда уже пойдет обратный отсчет, можно будет повзаимодействовать с этими символами. Забавно, то есть это, грубо говоря, и маны, выжившие, побегут в это место, чтобы закрыть это задание. Ну, что ж, такая конкурентная такая борьба будет. Маны, выжившие, побегут. Ну, хотя не все маны будут задание делать. Так, желтые символы при выборе. Ну, желтый символ, понятное дело, просто главные чеки, я так полагаю, не завалить и, собственно, пройти это испытание. В принципе, никаких больше серьезных таких испытаний. Ну, вот за Близнецов, управляя Виктором, совершите наскок на выживших 4 человека. И это все надо сделать за один матч. Ну, в принципе, вот так вот. И, опять-таки, за один матч, управляя Виктором, совершите наскок на разных, опять, 4 персона. То есть, грубо говоря, два одинаковых задания за Близнецов, управляя Виктором, наскочить. Больше никаких сложных заданий в первом уровне книги не присутствует. Ну, что ж, вот такой вот разрыв. Собственно, врывайтесь в новый разрыв. Играйте, выполняйте архивные задания. И увидимся в тумане. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok